Дорогие друзья, добрый день. Все те, кто хоть раз бывал в Аргееве, знают, что сегодня Аргеев лучший город Молдовы с точки зрения инфраструктуры. Да, сегодня у нас в Аргееве лучшие дороги и мы продолжаем их ремонтировать и строить. Да, сегодня в Аргееве идет полномасштабный ремонт дворов девятиэтажек. Да, сегодня в Аргееве тотальное уличное освещение. Да, сегодня в Аргееве идет масштабный ремонт детских садов. Да, мы сегодня лучшие с точки зрения инфраструктуры. Я думаю, что не только в Молдове, но и в нашем регионе. Я четко уверен, что мне нужно еще максимум три года и вы увидите Аргеев лучшим городом не Молдовы, не региона, а Европы. Я четко знаю, как мы этого добились. Я знаю, что когда я пришел к власти в Аргееве в 2015 году и стал мэром города, мы не стали заказывать ремонтные работы у непонятных подрядчиков. Мы создали свою городскую дорожно-строительную компанию. Мы взяли на работу наших местных людей. Мы купили технику. Мы закатали рукава и пошли работать. И у нас получилось. Мы привлекли инвестора, который построил у нас асфальтный завод. Мы сделали все необходимые меры для того, чтобы было работать комфортно, правильно, с хорошим качеством. А главное, с гораздо ниже ценой, чем было до этого. Да, дорогие друзья. Я понимаю, что вы сейчас спросите вопрос, откуда деньги. А я вам отвечу. Я уже неоднократно говорил, что с момента прихода меня и моей команды в город Аргеев в Аргееве увеличился бюджет в 4 раза. И в отличие от моих предшественников, которые подворовывали на ремонте дорог, тротуаров, света, мы поставили систему, которая дает невозможным воровать. Именно поэтому сегодня мы добились таких результатов. Да, за счет того, что мы сегодня строим самостоятельные дороги, я сумел добиться цены на 30% ниже, чем была до этого. Вы спросите меня, 30% в бюджете? Нет, мы на 30% вложим больше асфальта, дорог, тротуаров, парков, инфраструктуры и так далее, и так далее. Посмотрите на Аргеев. Кто когда думал, что в Молдове, в Аргееве будет такой парк, как Архейлен, который посещает вся страна? Где вы сегодня видите город, районный центр в Молдове, в котором все скверы и парки почищены, отремонтированы, и в них приятно и комфортно находиться, как молодежи, так и людям пенсионного возраста, так и тем, кто просто работает и хочет вечером выйти отдохнуть? Да, дорогие друзья, я Аргеев строю так, как я хочу построить всю страну. Придя к власти после выборов 11 июля, будучи на посту премьер-министра, я гарантирую вам, я создам национальную дорожно-строительную компанию. Я буду возглавлять ее лично, буду лично управлять каждым днем работы. Я знаю, как быстро построить все дороги Молдовы, в селах, в городах, национальные трассы. Я знаю, как быстро отремонтировать детские сады и школы и привести их к уровню западному. Я знаю, как сделать так, чтобы в каждом дворе, в каждом поселке каждая лампочка светила, чтобы люди не боялись вечером выходить. Я знаю, как построить и восстановить парки, построить новые парки. Я знаю точно, что я смогу сделать из Молдовы конфетку. Я смогу ее сделать самой красивой страной, и поверьте мне, швейцарцы будут нам завидовать. Дорогие друзья, сегодня в Аргееве на центральных улицах есть полив автоматический. Где вы видели сегодня в Молдове автоматические поли в районных центрах? Только у меня. Почему? Потому что я люблю этот город, я люблю свою страну, и я хочу, чтобы она была красивая. Я хочу, чтобы люди выходили утром и радовались, что у нас красивая страна, что у нас хорошие дороги, что у нас красивая плитка лежит, а не какая-то уродливая на тротуарах. Я хочу, чтобы свет был у людей, и я точно это сделал. Вы знаете, я умею закатывать рукава и умею работать. Вы знаете, что у меня сильная и крепкая команда, которая способна реально сделать революцию инфраструктурную в Республике Молдова за два года. Я вам даю слово, что после моего прихода на пост премьер-министра через два года вы не узнаете Молдову. Поверьте мне, сограждане, которые будут возвращаться, не будут чувствовать разницы между Европой и Молдовой. Я четко уверен, что с инфраструктурой я справлюсь очень хорошо, лучше, чем все остальные. Я смогу превратить Молдову в одну большую стройку. То же самое, что я сделал в 2015 году в Аргееве. Дорогие друзья, не надо верить словам. Надо просто сесть в машину, доехать до Аргеева, открыть глаза и посмотреть, что удалось сделать мне и моей команде. И моя команда сегодня продолжает реализовывать, значит, и мною вместе с ними проекты. Дорогие друзья, дайте шанс нашей стране стать не просто красивой, свежей, яркой, европейской, по-настоящему, ни на словах, ни на бумажках, ни в газетах, ни в интернете, а в реальности. Так, чтобы когда вы выходили на улицу, вам пахло вкусными цветами, вам пахло хорошими запахами, чтобы ваши улицы перед домом мыли шампунем, чтобы вы не попадали в ямы на машинах и не разбивали себе машины, чтобы детям было где играться, чтобы вы не думали, когда вы ночью идете, что вы из-за отсутствия фонаря и больших ям пропадете в какую-то яму или лужу. Нет, дорогие друзья, пришло время чистой, красивой, яркой, настоящей, цветущей Молдови. Спасибо вам большое.